здравствуйте дорогие друзья в эфире передача поставь мне лайк это новая передача об активной молодежи карачаево-черкесской республики мы будем показывать вам разносторонних людей которые активные может быть уже даже в своей профессии и еще занимаются и творческим любимым делом мы будем рассказывать вам о людях которым 15 а может быть 20 а может быть даже 25 лет но самое главное что они преуспели в том или ином деле ну а сегодняшний выпуск мы посвятим марии репала это ученица 11 класса села курджинова о чем мечтает мария как она построила свою жизнь что к своим годам ничего не хочет менять и живет очень счастливо мы сейчас все узнаем алина здравствуйте я очень рада вас видеть вот наконец-таки мы с тобой и встретились на неужели маша куда ты меня отведешь и давайте никуда не заходя пойдем сразу в музей я являюсь экскурсоводом этнического музея казачья хата отлично пойдем уважаемая алина мы приветствуем вас музей казачья хата очень приятно рассказывай нам машенька что здесь каждый казак государь своем дворе говорила пословицы дворы казаков были огорожены заборами которые назывались плетни от слова плести чаще всего их плели ранней весной из лозы немаловажной застройкой является колодец журавль копание колодцев у казаков было связано с очень тяжким трудом потому что их чаще всего копали по обету то есть людьми замаливающими грехи немаловажным предметом быта являлась коромысло она предназначалась для переноски воды в ведрах чаще всего с обоих сторон вешали ведра и переносили их на плечах чтобы вода при ходьбе не расплескивалась хата казака делилась на две части большой части находилась печь в малый стол и божница печь строили по особым технологиям чаще всего она не доходила 10 сантиметров от стены в печи также находился закуток который завешивался занавесками внутри стоял самовар а возле печи стояли ухваты и сковородка для углей в которые переносили угли и клали в самовар когда он уже стоял на столе чтобы он поддерживал тепло а то есть пел самым красивым углом являлась божница от слова красный с каждая хозяйка по-своему оформляла божница но одно оставалось неизменным ее украшали полотенцами и различными занавесками которые украшали вышивали сами в нашем музее также находится самый первый утюг внутрь утюга закидывали угли которые из-за жара нагревался и гладил одежду данный сундук 17 века внутренняя крышка сундука была украшена различными фотографиями вырезками из газет внутри сундука хранилось самое ценное спасибо за внимание на этом наша экскурсия окончена машуль прекрасная мне кажется получилась экскурсия я на самом деле видела ее не единожды да мы приезжали сюда со школьниками и с исполнительным директором российского движения школьников ты точно так же великолепно показала эту экскурсию но теперь меня радует что и наши телезрители аудитория телеканала архив 24 тоже познакомиться с прекрасным музеем которому ты тоже приложила свою руку потому что ведь а ты вместе с учениками стала эту красоту скажи пожалуйста куда мы идем дальше сейчас бы я хотела провести вас в один из самых любимых моих кабинетов русского языка и литературы а мне интересно знаешь здесь что почему этот кабинет у тебя самый любимый ну могу сказать то что одно из моих хобби это поэзия я обожаю учить стихотворения и рассказывать их на камеру прекрасно есть уже свои телезрители свои зрители да есть люди которым очень нравится мои занятия они с нетерпением ждут новое видео которое я выкладываю в сеть инстаграм скажи пожалуйста как относишься к критике если критикующие потому что все что мы можем сейчас залить в сеть может подвергаться и конструктивной и даже не конструктивной критики вот скажи пожалуйста как ты к этому относишься но на самом деле критику я совсем не люблю но я стараюсь прислушиваться к мнениям других людей и улучшать свои умения когда я захожу в этот кабинет я пропитываю синергией писателей одни из моих самых любимых писателей это писатели и поэты серебряного века самые мои любимые поэты это цветаева ахматова майковский их творчество мне ближе всего мария уже не первый год участвует международном конкурсе живая классика и этот год не исключение мы побывали и здесь борис васильев а зори здесь тихий отрывок двое выходили к берегу без ранцев налегке выставив шмайзеры обшаривали глазами голосистый противоположный берег и окнуло сердце вас кого разведка все-таки решились прощупать чаще посчитать лесорубов найти между ними щелочку ждет евграфович плавно ветку боясь шевельнуть достал наган уж этих-то двоих он наверняка прищучит еще в воде на подходе он оглянулся стоя сзади него на коленях евгения зло рула через голову гимнастерку вскочила не таясь стой шепнул старшина рая вера идемте купаться звонкой радостно кричала камелькова и напрямик ломая кусты пошла к воде федот евграфович зачем-то схватила гимнастерку зачем-то прижал груди а пышная камелькова уже вышла на каменистый залитый солнцем плес дрогнули ветки напротив скрывая серо-зеленые фигуры евгения неторопливо плавно извивая стянула сначала себя юбку потом рубашку и поклаживая руками черные трусики вдруг звенящим голосом запела завела расцветали яблони и груши поплыли туманы над рекой а хороша она была сейчас чудо как хороша высокая белотелая гибкая десяти метрах от автоматов завершила песню и начала радостно плескаться и опять его до черного ужаса обожгло ожидания что сейчас ударит и суродует сломает это буйное молодое тело этот берег молчал девчата ай да купаться громко и радостно кричала камелькова танцуя в воде ивана зовите эй ванюша ты где филот евграфыч отбросила гимнастерку сунув в карман галифе наган на четвереньках минулся вглубь в чущобу отбежал и яростно рыбанул сосну сроду так быстро деревьев не сваливал и откуда сила то взялась нажал плечом положил на сухой ельник чтоб шуму больше было женька уже на берегу стояла боком к нему и к немцам спокойно натягивал на себя легкую рубашонку и шелк лип и намокал становясь почти прозрачным под косыми лучами вьющего из-за леса солнца и опять его обожгло ожидание что сейчас ударит но этот берег молчал молчал и кусты нигде не шевелились и он как не всматривал не мог понять там ли еще немцы или уже отошли гадать было нечего надо было что-то придумать добром не хочешь хотел громко крикнуть не получилось горло сжало хватит играть с огнем хватит женька его за руку потянула он рядом сел и вдруг увидел что она улыбается а глаза ее настиж распахнутые ужасом полны как слезами и ужас этот живой и тяжелый как ртуть уходи отсюда к мельковой изо всех сил сказал васков она его не слышала надо было что-то придумать добром не хочешь народу тебя покажу схватил ее одежонку и побежал женька завизжала как положено вскочила и за ним бросилась он сначала по бережку от нее побегал уворачиваясь а потом в лес метнулся хватит с огнем играть хватит одевайся сунул юбку а она не взяла и рука висела в воздухе оглянулся ругнуться хотел а боец камелькова скорчилась на земле и закрывала лицо руками и плечи и ходуном ходили это потом они хохотали потом когда узнали что немцы ушли хватали над хрипшей осяниной над гур ведь что юбку прожгла над ним над старшиной то изнеможение хохотали а помнят только что провели они немцев за нос лихо провели озорно и что теперь этим немцам страхи и тревоги вокруг легендово озера еще сутки топать машина у нас передачи есть такой блин запрос сейчас все что в твоей голове все твои мысли мы хотим их видите и слышать что такое жизнь ну жизнь это любовь близких это активность это друзья это эмоции что такое семья семья это очень близкие друг другу люди которые делятся с друг другом очень многим доверяют многое любят друг друга и всегда готовы поддержать счастье это внутреннее состояние когда тебе все нравится ты готов просто сиять блистать и продолжать двигаться вперед в своей какой-то цели самое важное в жизни я думаю это когда твои близкие рядом когда у них все хорошо никто не болеет и также важно в жизни добиться своей цели то есть ты когда уже сформировался ты поставишь себе какую-либо цель и задачу и просто идешь к ней добиться и это самое важное наверное не бросила своих близких тяжелой ситуации своих друзей и не пошла наперекор себе в каких-то корыстных целях какие отношения у меня со сверстниками отношения у меня со сверстниками очень хорошие я очень общительный человек и общаться и очень люблю делиться чем-то новым или делиться знаниями учиться люблю люблю познавать что-то новое больше всего за жестокость жестокость по отношению больше всего к животным я это очень люблю и мне очень больно смотреть когда люди жестоко обращаются с братьями нашими меньшими чтобы изменила в жизни силам мы даже не знаю потому что в принципе все устраивает здесь очень хорошие люди все очень добрые отзывчивые всегда готовы помочь маша это наш лидер школьного российского движения росла она у нас в школе всегда показывала хорошие результаты всегда была активной девочкой с начальных классов всегда было видно что это ребенок особенный неординарный обладает лидерскими качествами во-первых она доброжелательная во-вторых на нее вот вернее она ведет за собой детей особенно младших школьников они очень любят окружают стайками всегда она среди детей всегда она у нее какие-то идеи есть всегда она готова помочь в общем интересный ребенок и вообще на для нашей школы гордость потому что она принимает участие и в различных викторинах в различных конкурсах в олимпиадах всегда на слуху фамилии этой девочки вот если что-то нужно ну хороший волонтер кстати что что-то нужно помочь она вместе со своими товарищами разумеется все мы делаем сообща вместе всегда готова прийти на помощь всегда готова участвовать в любых делах не только школьных но и внутри поселковых и районных очередная группа учащихся школ карачао-черкесии сегодня посетила занятия по обучению горным лыжам в рамках проекта лыжи зовут и нам повезло что именно курджиновская школа в которой обучается мария сегодня тоже участвует в реализации данного проекта а возрастная категория участников проекта варьируется от 10 до 16 лет по словам экспертов именно этот возраст согласно международному опыту является самым обучаемым обучение юных лыжников проходит на специальной огражденной территории с пологим учебным спуском для начинающих занятия как правило стартуют в первой половине дня и длятся до двух часов после чего счастливых и уставших детей угощают бесплатным обедом вот как раз мы дождались пока марию обучат этому мастерству ну а затем мы забрали марию и покатались и немножко один из инструкторов по лыжному спорту и туризму пояснил что в рамках проекта дети обучаются базовым навыкам катания на лыжах по австрийской технике катания применяемой на курорте а в рамках начального уровня обучения категории c юные горнолыжники учатся кататься контролировать скорость и резко тормозить в экстренных ситуациях воздух карачаевой черкесии это природный доктор это отличная возможность для наших подростков учеников республиканских школ с пользой для здоровья провести время а сон и солнце очень благотворно влияют на их развитие безусловно дети которые попадают на курорт это отличники учебы активисты школьной жизни участники различных проектов и победителей олимпиад главное это те ребята кто не уклоняются от посещения уроков физкультуры ведут здоровый образ жизни имеют спортивные заслуги тоже машины мы увидели как ты живешь курджинова мы уже были на конкурсе живая классика мы видели как ты читаешь великолепно ну и и теперь мы засняли твой досуг сегодня ты каталась на лыжах вот расскажи пожалуйста как часто ты это делаешь во первых и насколько ты это любишь и каждый раз в любом случае приезжая в горы открываешь для себя что-то новое вот чтобы этот раз открыла для себя ну начнем с того что приезжаю я кататься на лыжах очень редко потому что у меня немного возможностей но очень сильно люблю это делать на протяжении двух лет я научилась кататься более-менее хорошо да но приезжаю в горы я вообще люблю нашу природу наши красоты карачаевой черкесии я просто люблю гулять гулять тишине маш именно здесь хотела бы задать этот вопрос ты прожила маленький отрезок своей жизни но тебе так не кажется в любом случае тебе кажется что очень много позади очень много всего пережито это на самом деле так ты знаешь однажды мне сказали фразу жизнь не поле перейти и я ее впоследствии очень хорошо поняла и прочувствовала вот скажи мне пожалуйста вот сегодня чтобы ты поменяла в своей жизни или все настолько хорошо чтобы ты оставила даже если бы ты проживала все заново ты оставила все так же я настолько сильно люблю свою жизнь все свои занятия все свои каждый свой денечек что я бы не хотел ничего менять потому что пускай все идет своим чередом это прекрасно дорогие друзья мне кажется в этом и заключается счастье и здесь конечно же большое спасибо хочется сказать родителям маша потому что безусловно вот это а любовь к жизни она от вас вот такой выпуск у нас получился сегодня вы узнали о жизни мария ну а если вы хотите стать участником и вам есть 15 18 19 а может быть даже 25 и вы знаете о чем нам рассказать то пишите в директ аккаунта архиз 24 и мы обязательно с вами свяжемся кто знает может следующая передача о тебе поставьте мне лайк дорогие друзья подходит концу пока пока